Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная подборка советов и хитростей, которые могут пригодиться каждому. Для первого совета просверлю в столе отверстие и вкручу туда шуруп-кольцо. Закрутить такой шуруп можно, зажав в патрон дрели вот такое полукольцо-шуруп или шестигранник, и можно смело крутить. И вот для чего я это сделал. Иногда при длительной работе с термопистолетом, кладя его на стол, горячий клей капает прямо на стол. А вкрученный шуруп-кольцо может служить хорошей подставкой, но это не решит проблему капающего клея. Поэтому под кронштейн прикручиваем обычный уголок, и излишки клея будут капать на уголок, и их потом легко можно убрать. Для следующей простой самоделки понадобится гайка. Я взял М12. Гайку зажал в тиски и просверлил в одной из граней отверстие на 6,8 мм. Далее взял метчик М8 и нарезал там резьбу. Получается вот такая гайка с резьбой на одной из граней. Теперь закручиваем в нарезанное отверстие болт и отпиливаем лишнее. В отпиленном болте сверлим неглубокое отверстие на 3 мм. Беру биту торакс и забиваю в проделанные отверстия. Беру биту торакс и забиваю в проделанные отверстия. А затем беру биту побольше и пробиваю побольше. В итоге получаем вот такой простой ограничитель сверления из обычной гайки. Просто выставляем гайку на нужную глубину и зажимаем. Я специально взял гайку побольше, чтобы можно было устанавливать ограничитель на сверл большего диаметра. Так как для меньших сверл у меня есть заводские ограничители. А недавно я обнаружил еще одну интересную приспособу для ограничения глубины сверления. Увидел в Хозмаге вот такой кабельный ввод и сразу понял, как его можно использовать. Просто надеваем его на сверло и затягиваем. Они бывают разных размеров и стоят копейки. В тот, что у меня, можно зажимать сверло от 8 до 12 мм. И на всех размерах он сидит достаточно плотно. Вот такая простая штука. Допустим, при покраске небольших досок их необходимо покрасить с обеих сторон. Но переворачивать свежеокрашенную деталь нельзя, а ждать, пока одна сторона высохнет, нет времени. Выйти из этой ситуации можно вкрутить в центре торцов досок по саморезу, чтобы они немного торчали. И дополнительно в одном торце вкрутить еще один саморез, немного в стороне от центра, и чтобы он торчал не так сильно. Теперь расставляем два бруска на расстоянии друг от друга, равном примерной длине доски, и ставим на бруски, доску опираясь на саморезы. Так доска легко вращается вокруг своей оси, а ограничителем вращения служит саморез, вкрученный глубже. Вот таким нехитрым способом можно покрасить заготовку со всех сторон, не повредив окрашенные поверхности. Друзья, вот такие простые советы я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вы для себя нашли что-то интересное. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, что именно вам понравилось больше. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!